всем привет готовимся к зиме если альтернатива генератору в частном доме да есть альтернатива и неплохая альтернатива генератору в частном доме это гибридный инвертор который устанавливается на стену имеет небольшие размеры но имеет очень большие возможности сам я его еще себе не устанавливал но планирую увидел что есть возможность заказать на алиэкспрессе различной мощности различных вариаций там различные производители люди заказывают кстати в украину заказывают все это приходит и можно заказывать выбираешь в зависимости от мощности смотришь видеоролики которые уже есть на ю тубе люди ставят и что самое главное что даже если ты не связан с электрикой но ты сам сможешь это сделать и будешь приятно удивлен что ты это сможешь потому что ничего сложного там нету азы некоторые нужно знать опять же посмотрев ролики почитав форумы и ты все это установишь сам не нужно тебе никаких специалистов вызывать переплачивать кому-то деньги и что самое немаловажное что это как конструктор идет купил ты инвертор купил к нему дальше аккумуляторы купил дальше к нему солнечные панели если нужно если захотел и есть у тебя возможность где установить а в частном доме у каждого есть возможность поставить небольшую систему солнечных панелей для этого инвертора который через них будет заряжать аккумуляторы в дальнейшем отдавать в сеть и у тебя дом полностью будет запитан есть вариации наверное по минимуму это 33 с половиной киловатта что в общем то хватит тебе на питание основных приборов в доме без чего-то без излишек там без каких-то болеров максимально там работающих постоянно есть возможность из 6 киловаттный вариант поставить но ты должен учитывать то что мощность требует больших емкостных аккумуляторов то есть чем больше мощность потреблять будет тем у тебя быстрее будут разряжаться аккумуляторы поэтому тут нужно рассчитывать на что-то и я думаю что рассчитывать нужно на необходимо приборы первой необходимости если тебе нужно что-то мощное что-то постоянное работающие днем и ночью и не зависящие от солнечной электроэнергии от аккумуляторов это вот генератор генератор показывал я вам в прошлом году сразу покупаешь генератор и сразу покупаешь к нему газовый карбюратор карбюратор который имеет возможность под по сути это трех топливный бензин и газ два типа газа газ и баллонный и газ магистральный из трубы из трубы вообще идеальный вариант по секрету вам скажу работает и запускается в мороз на газе некоторые люди просто снимают даже баки для удобства использования в бак вы вытянули все генератор полностью на газе и запускается и работает без всяких вопросов но генератор свои минусы имеет это первое это большой расход опять же топлива бензин дорогой но тут уже мы большую экономию делаем приобретая вот этот вот карбюратор и используя газ при этом но это звук это постоянно тарабанищий звук если вы частном секторе и нормально соседями то может он работать я вот даже и соседей запитывал прошлой зимой все отлично идеальный вариант конечно наверное это когда у тебя все есть есть и инвертор который заряжает аккумуляторы аккумуляторы наверное лучше всего брать гелевые пишите в комментариях кто уже установил дома кто уже этим занимается кто уже пользуется и от сети он заряжает аккумуляторы нету сети 220 вольт например ты запустил генератор генератор тебе дает свет в дом плюс инвертор через генератор заряжает опять же аккумуляторы день у тебя от тарабанил генератор зарядился зарядились аккумуляторы и в последующем ночь у тебя происходит электропитание дома от генераторов через инвертор солнечная погода солнечные панели установил за день они подпитывают аккумуляторы через инвертор в последующем ночью ты пользуешься вот этой емкостью аккумуляторов через инвертор у тебя запитан весь дом также я думаю инвертор подойдет отлично для квартиры но это те варианты кому это нужно квартиру также ты можешь его поставить поставить гелевые аккумуляторы на балкон если солнечная сторона вообще отличный вариант развесить солнечные панели по периметру балкона и квартире пользоваться таким вот инвертором будет у тебя автономное твое питание электроэнергия на зиму также это мы готовимся на зиму потому что зима сто процентов будет с перебоями поэтому нужно готовиться и нам повезло просто просто что-то зима была теплая не неизвестно какая будет эта зима поэтому готовится нужно очень еще классный вариант что этот инвертор он выступает а вот в паре с аккумуляторами как и бесперебойник то есть у тебя вырубается питание генератор чтобы запустить по генераторам есть и автоматика но автоматика дорого стоит и она не всегда адекватно работает а вот инвертор он автоматически переключается на аккумуляторы без без потери там доли секунды для сети и для приборов твоих домашних это не будет заметно то есть это такой себе бесперебойник на весь дом долгое время нету электроэнергии нету из сети электроэнергии а у тебя есть например плюс еще генератор ты просто через время какое-то видишь по состоянию заряженности аккумулятора сколько емкости осталось сколько работы еще дома у тебя хватит на это вы выкатываешь генератор например запускаешь генератор на какое-то время генератор работает используешь более мощные электроприборы например если у тебя генератор мощнее стиральные машины используешь бойлер и там все на свете плюс еще и заряжаются аккумуляторы ночью уже потребление не то будет и поэтому на на ночь аккумуляторов нам намного больше хватит инвертор не обязательно использовать солнечными панелями это гибридный универсальный такой вариант как вариант потом ты в последующем докупил солнечные панели установил а так он может просто заряжать аккумуляторы от сети 220 от городской сети от генератора если ты завел генератор и подключил весь дом ну и потом отдавать эту емкость перепреобразовывать в 220 и отдавать на в домашнюю сеть отличный вариант и плюс просто что я даже тот тоже загорелся посмотрел увидел в общем-то меня полностью устраивал и сейчас устраивает генератор который работает на газе но увидел я вот этот вариант увидел стоимость буквально 200 долларов это трех трех с половиной киловаттный вариант в среднем 200 долларов на алиэкспресс стоит понятно что у нас барыги перекупы все это умножают нам на два на три и продают тебе подписывая что самый надежный вариант там сами приобретают там же в китае и тут же продают поэтому просто можно заказать на алиэкспресс нам две недели максимум подождать до зимы еще время есть какое-то получить и монтировать потихоньку такую себе систему время на испытание у тебя будет тепло будет еще один минус что аккумуляторы плюс еще затянут стоимость ты можешь использовать и кислотные аккумуляторы обычные автомобильные там схему собрать но желательно конечно или налить и вы или же гелиевые наверное гелевые самый оптимальный вариант но стоит это все опять же денег на сегодня все ссылки я оставляю то что подобрал я на алиэкспресс то что сам буду заказывать вот закажу тоже придет и буду собирать и сам ознакомливаться с этим впервые ну и делиться с вами как это все что происходит то уже пользуется кто уже установил то что может посоветовать оставляйте пожалуйста комментарии под этим видео всем удачи ставьте лайки до следующих видео